сейчас рядом со мной дмитрий свитин технический специалист компании толтер и для ответа на этот вопрос я передаю слово дмитрию пожалуйста спасибо за вопрос сергей в котлах и толтер есть такой режим как раз режим работы в низкотемпературной системе то есть низкотемпературный режим чтобы его включить это не совсем так скажем документированная функция она есть в сервисной инструкции которая содержится на нашем сайте чтобы включить этот режим нужно сейчас секрет какой-то раскрывал небольшой секрет только между нами никому не рассказывайте больше необходимо зайти в меню выбрать параметр номер два и перевести его в значение номер один это значение температурного режима которое соответствует температуре от 20 до 45 градусов то есть котел может работать в этом режиме есть пару нюансов которые необходимо знать когда вы эксплуатируете традиционный котел в низкотемпературном режиме это работа насоса насос должен работать на максимальной скорости и у котла и толтерм насос имеет несколько скоростей и необходимо перевести насос на максимальную скорость для чего это нужно сделать чтобы разница температур между подачей обраткой дельта была как можно меньше в среднем от пяти до десяти градусов обычно в проекты закладывается вот при такой дельте небольшой мы исключаем конденсата образования если дельта большая мы знаем даже как вот принцип работы конденсационного котла до низкая температура и большая дельта холодная обратка и вот вам конденсат образу ему это важно ему это важно да в данном случае хотим его избежать нам это нужно избежать чтобы котел работал долго свои заявленные 10 лет и более для этого значит насос на максимальную скорость и еще один нюанс который я хотел бы отметить это то что теплообменник котла и толтерм защищен специальным покрытием на основе алюминия кремния который защищает его от конденсата в том числе так как даже если он работает в нормальном режиме котел традиционные все равно сгорания метана это пары пары воды co2 и вода то здесь всегда влажная среда и высокая температура чтобы максимально защитить медный теплообменник используется вот это покрытие которое надежно его защищает это вот из плюшек которые можно получить приобрет приобретя котел и толтер но если мы этот котел все равно будем использовать не переведя его вот в этот низкотемпературный режим до туда же это покрытие не сильно спасет сплавенник есть он там будет конденсата образования обильная если он будет работать вот в своем обычном режиме но на низкотемпературный контур да то есть в общем-то это покрытие не поможет сплавнению если ты имеешь ввиду если прямо обильная конденсата образования да да вот мы подключили не перевели из какой режим просто подключили к тёплому полу 40 градусов выставили да да и через полтора два года можно с чем-то прощаться ну возможно там чуть чуть больше да естественно если мы все эти условия не соблюден то повышенное конденсата образования он этот теплообменник этот котел не предназначен в целом для конденсата как минимум даже по той причине что у него нет никаких сборников конденсата как у конденсационного котла до которые у конденсационных котлов просто сливаются в канализационную систему здесь этого нет если здесь будет прям дождь из конденсата то зальет и плату там и все на свете то есть поэтому очень важная функция вот этот вот перевод то что нам сказал дмитрий перевод котла в низкотемпературный режим для работы напрямую с водяным теплым полом а если мы используем все-таки обычный котел на водяной теплый пол то нужно еще дополнительно ставить смесительный узел насос совершенно верно либо гидравлический разделитель либо байпас перепускной потому что насос будет работать да вот то есть придется делать много лишних движений тратить еще дополнительные деньги совершенно верно у нас есть прекрасная функция и кстати говоря если вы заинтересовались котлом от алкер то ссылка для его покупки она будет внизу в описании к видео спасибо спасибо спасибо